Вторую неделю нет воды горячей. Греем. Ребятишки маленькие. Несколько дней нет вообще. Горячей воды было. Это холодно. У нас в заводской обеспечении. Там насосы не давали мощности, поэтому их не ели. Воды нет в последнее время. Что-то сбой с водой. Ну, вроде бы там пишут нам. Я говорю, это же не критично. Не критично. Как сообщает сайт Урендея, Вячеслав Галкин, жилец проблемного дома, постоянно пытается добиться ответа от УК «Южный-1». Но его кормят завтраками, говоря, что ситуация решается. Управляющая компания заявляет, что проблема в тепловых сетях, и их вины нет. Мы обратились в оренбургский филиал ПАО «Т-Плюс», чтобы узнать, из-за чего в доме проблемы с горячим водоснабжением и устранена ли причина аварии. Примерно две недели назад специалисты наши обнаружили снижение давления в трубопроводе горячего водоснабжения. И из-за этого снижения давления, когда все жители дома, у жителей верхних этажей этих домов наблюдались перебои с горячей водой. Ситуация осложняется тем, что это достаточно протяженный участок трубопровода, примерно около километра его длительности, он идет от котельной полустрела и проходит под землей. На прошлой неделе проблему вроде бы временно удалось решить, но вот несколько дней назад опять начались жалобы, поэтому специалисты по новой обследуют этот участок. Видимо, где-то забился чем-то, вот угол поворота трубопровода. Когда обнаружим где, сразу же устраним. По словам «Т-Плюс», перерасчет за отсутствие горячего водоснабжения будет произведен, если в квартире нет счетчика. Оренбургский филиал «Т-Плюс» приносит извинения жителям за причиненные неудобства. По сообщению сайта Орендей, некоторые жители обеспокоены не только проблемой с водоснабжением, но и притекающей крышей. Изменится ли ситуация в домах на улице Полигонной и когда возобновится подача горячей воды, пока неизвестно.